Сложно представить без нее Новый год. Внучка Деда Мороза всегда является на наш зов во время новогоднего праздника. Все дети с нетерпением ждут добрую, светлую и нежную Снегурочку. Но такой ли это положительный персонаж, о котором нам известно? Где кроется история и причины ее появления? Давайте разбираться. А чтобы не пропустить мои следующие видео по истории и мифологии нашего мира, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик и поставьте лайк. Я вам буду очень благодарна. Ну что ж, начнем. Как и многие мифически сказочные персонажи, Образ Снегурочки претерпел ряд изменений, прежде чем добраться до наших дней. Само имя стало известно лишь в 1869 году, когда Афанасьев выпустил сборник сказок, где впервые фигурирует данная девочка. Ее слепили бездетные дед и баба. Она ожила, чем принесла в их дом радость. Но счастье было недолгим. Сама Снегурка с наступлением лета сделалась печальной. Она услаждалась тому, чему не радовались обычные люди. Граду, дождю, тени. Это резко отличало ее от остальных. И вот во время праздника Ивана Купала приходит тоскливый конец ее жизни во время прыжка через костер. Грустный конец объединяет ее с одноименным персонажем иной сказки, уже Островского. Обе Снегурки в конце умирают, однако истории в корне отличаются. Второе повествование явно рассчитывалось на более взрослую аудиторию. Там Снегурочка уже не девочка, а девушка 15 лет. Дочь Деда Мороза и Весны Красны. Ее жизнь там преподносится как нарушение равновесия природы, что ведет к множеству несчастий. Невзирая на то, что сама Снегурка является положительным персонажем, смертью ее наступает под лучами солнца бога Ярила. Что в первой, что во второй сказке «Кончина Снегурки» преподносится как неизбежность, во втором случае даже необходимость. Если глянуть на них обеих и выудить определенные моменты из каждого рассказа, то это ведет нас к совершенно конкретному прототипу. Праздник Ивана Купала раньше назывался День Купалы и Костромы и сопровождался сжиганием чучела Костромы, подобно Масленице. Но если Масленицу сжигают в день, когда славяне прощаются с зимой и радуются весне, а именно в день весеннего равноденствия, то сжигание чучела Костромы происходило в день летнего солнцестояния, по поверьям славян, в конце весны, начале лета. Кострома – богиня, покровительница влюбленных, олицетворение стихии воды как женского начала. Многие исследователи относят образ Снегурки к той же стихии, только если Кострома преподносится как обычная вода, то Снегурочка замерзшая. Так и получается, что к нам на праздник является не просто два сказочных персонажа, о олицетворении заснеженной земли и замерзшей воды. Однако, невзирая на всю магию данных образов, в появлении Снегурки на празднике нет изначально никакого волшебного подтекста. Все оказалось гораздо проще. Как я уже рассказывала ранее, революция 1917 года привела к отмене Нового года, что вернулся к нам только в 1935 году. Снегурка же на празднике наравне с Дедом Морозом появилась только через два года. И вот почему. Если вспомнить образ нашего могучего, строгого и бородатого Деда Мороза, нетрудно догадаться, что дети на торжестве его побаивались. И нужно было чем-то смягчить образ такого полюбившегося народу властителя зимы. Седовласового Деда Мороза, полагаю, было приятнее представить Дедушкой, чем отцом. Так Снегурочка стала внучкой, которая и оказалась воплощением доброты, нежности, более близкой к детям. Ведь в любой сказке она предстает перед нами исключительно положительным персонажем. Она и стала посредником между Дедом Морозом и детьми. Попытка ее появления в 1937 году увенчалась успехом, и никакие подмены ее не прижились. Субтитры создавал DimaTorzok